Решительным взором легендарный гетман войска Запорожского смотрит на проспект, названный в его честь. Бюст Богдана Хмельницкого установили в начале стометровки за остановкой Родина. Как отметили на церемонии открытия, в условиях современной политической ситуации памятник видному украинскому военачальнику появился как нельзя вовремя. История наша с Украиной, с украинским народом, русско-украинского, это великая и созидательная история. И памятники всего лишь свидетельства этой истории. И памятник Богдана Хмельницкого на проспекте Богдана Хмельницкого будет вот таким же свидетельством. Именно эта историческая личность в середине 17 века сыграла ключевую роль в присоединении Украины к России. Сегодня на открытии монумента светил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. Когда сегодня мы открываем памятник Богдану Хмельницкому, мы утверждаем, что мы помним нашу совместную историю, что мы дорожим любовью нашего братского народа, и эта любовь побеждает. Этот монумент был создан известным уральским скульптором Александром Лахтачевым и его сыном Денисом в городе Златоуст Челябинской области. В Минске его отливали из бронзы. В этом образе мастера воплотили всю силу характера и величия украинского гетмана. Образ человека, который понимал, что надо объединяться. Грамотная политика и дальновидного главного, потому что только в единстве нашей силы. К слову, первый памятник Богдану Хмельницкому в городе появился в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Семейные альбомы сохранили немало снимков белгородцев рядом с этим монументом. Бюст был изготовлен из гипса, поэтому простоять смог лишь около десятка лет. Теперь же образ видного военачальника, запорожского казака, снова украшает областной центр. Кстати, этот памятник создали и установили на средства Фонда инновационного развития градостроительной деятельности. Это значимое событие для города, для всей страны. Настолько актуально открытие памятника Богдану Хмельницкому. Это говорит о чем? Что Россия всегда была и будет с украинным братским народом. Теперь бюст Богдана Хмельницкого станет символом братской любви двух славянских народов. Даже в это непростое для сопредельных государств время. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.